здорово ребята сегодня у нас как бы начинается новая эра эра андроида с первого видео я буду показывать как я прохожу pvz 2 с нуля вот полностью с нуля это подкупил планшет недавно кто видел в группе вконтакте я скидывал планшет называется у нас samsung tab s5 samsung galaxy как-то так он называется это самый последний планшет на данный момент от samsung а у меня никогда не было ничего от samsung а кроме монитора который был давным-давно поэтому я первый раз что-то купил от samsung а это у нас здесь сразу android pain идет я не знаю это какой android по номеру называется android pay здесь 64 гигабайта сама бюджетная версию я взял 10 с половиной дюйма экран здесь и но быстрый-быстрый планшет никаких проблем нету micro sd карточка есть я ее уже вставил до 512 гигабайт поддерживается поэтому с памятью проблем нету 64 гигабайта я взял есть еще на 128 гигабайт но там он дороже там на 80 долларов где-то на 100 но мне не нужно просто память единственное там еще плюс если берешь 128 гигабайт там 6 гигов оперативки у меня 4 вот так вот но мне для игр которые я играю мне не нужна оперативка поэтому все все в порядке я минимально все сделал посмотреть как выглядит здесь ничего нету просто все убрал просто минимум оставил потому что мне не нужно эти украшательства там и прочее что есть вот пвз поехали ребята на что с нуля с нуля я карточку на 50 долларов купил в google play то что какие-то растения платные мы будем покупать не все наверное посмотрим может и все что все купить народ долларов 200 надо я вот не знаю посмотрим будем проходить полностью с нуля у меня нет сохранения никакого вот видите тут даже полностью с нуля выбираем кстати прикольно сделали смотрите 0 1 так 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 с двух лет уже такие смотрите 6 7 8 9 10 ну вас 13 лет такие с 9 с 19 вот так уже выглядит так типа взрослые взрослые становится с двадцать девяти лет уже такие уже пожилые ребята 41 год и дальше уже пожилые прям пенсионеры это 60 плюс но мы пенсионерами будем 60 плюс окей будет много роликов ребята так что подписывайтесь на этот канал чтобы ничего не пропустить так как же мы себя назовем но наверно как обычно андром алик кстати посмотрим в чем отличие вообще андроида потому что ну может быть здесь есть какой-то отлич а нету места до андром алик только получается ну давай андро давай андром алик виду так я тут не особо разбираюсь клавиатуре как ее скрыть потому что это андроид на айфоне все по-другому это кнопка до сейф все все что тут у нас айклауд это сохранение это можно зарегистрироваться у нас все будет сохраняться на сервера электроник arts здесь у нас какие-то обновления последнее обновление вышло 11 апреля написано так что еще здесь у нас настройки нотификации уберу тут написано я не люблю нотификации всякие уведомления это все просто мне не нравится uses share я тоже убираю это то что отправляется на сервера электроник arts какие-то ошибки еще что-то десейбл это выключаю чтоб меньше проблем было чтоб игра не подвисала и прочее у нас версия кому интересно на данный момент 7.2.1 вот я играю сейчас это максимально последняя версия здесь что-то еще скачиваются мир и я так понимаю видите написано но это не нам не важно мы будем поначал сначала играть поэтому пофиг здесь кстати можно сразу квесты что ли играть они не нажимается надо начать игру ну поехали поехали стилус у меня к сожалению нету может быть есть и стилус какой-то к этому планшету я знаю есть samsung pen какой-то я просто не уверен подходит он или нет может быть куплю может быть потом куплю я еще вебку передвину если насчет и закрывает сейчас посмотрим я просто не помню где ее правильно ставить и плюс на андроиде немножко по-другому тут экран поэтому посмотрим ну давайте обучение пройдем я заодно пока посмотрю как игра идет ей даже не проверял насколько она хорошо на андроиде идет планшет вроде хороший быстрый кстати этот планшет очень долго заряд держит я не знаю я его купил он был на 50 процентов ну когда я купил я где-то четыре часа его юзал использовал там что-то скачивал устанавливал смотрел видео на ютюбе в общем четыре часа прошло и осталось 25 процентов батареи то представляете то есть я не знаю батарея новая держит часов 15 здесь но я просто не знаю если какие-то наверное супер крутые игры играть батарея быстро уйдет но у меня блин реально за четыре часа 25 процентов только ушло я сам офигел то есть его не заряжал ничего не делал так ну как вообще выглядит то захват экрана в общем кому интересно как я захватываю экран я купил переходник называется как-то там на китайский какой-то называется адаптер для samsung galaxy s 10 с 9 с 8 короче для всего подходит в общем он подключается в юсбиси сам планшет дальше в нем есть hdmi в нем есть карта памяти и в нем есть еще юсбиси и в нем есть юсб 3.0 в общем по hdmi я подключаю к моему компьютеру в моем компьютере стоит плата захваток эльга то называется 4k в эту плату вставляется этот hdmi все и вот так вот все захватываются никаких проблем и я еще подключил на юсбиси зарядочку от розетки чтобы у меня планшет не разряжалась пока играю вот так вот если кто-то хочет тоже делать ролики имейте ввиду сам адаптер вот этот который купил он стоит 30 долларов где-то 35 что-то но недорого недорого ну и плюс hdmi у меня был длинный hdmi потому что мне далеко там тянуть его и все как бы все отлично с планшетом в комплектации что идет это просто провод юсбиси на юсби дальше в розетку зарядка быстрая зарядка написано fast charge дальше что дается здесь убрали разъем для наушников и есть переходничок такой в юсбиси вставляете и с другой стороны можно наушники подключать если вам а это нужно все в комплект в комплекте поставки вроде ничего не было сейчас открою в коробку посмотрю чтобы вам точно сказать кому интересно планшет 400 долларов стоит не такой дорогой ну да там какая-то комплектация а еще еще это иголочка дает скрепка скрепка чтобы открыть лоток для micro sd карточек и все камеру я посмотрел ну камера такая знаете средненькая средненькая камера не самое худшее не самое лучшее но ну видно что сэкономили на камере что фронтальная что то одинаковые камеры как по мне одинаково средние ну можно что-то фоткать там прочее в темноте очень плохо снимает вот если там на солнце что-то фоткаете что нормально нормально очень хорошо выглядит а в темном месте очень очень плохо конечно я особо не тестил один раз запустил мне все равно на я камеру не использую меня на телефоне хорошая камера поэтому но так для для кого-то может быть это существенно важно ну все хватит про samsung ну кстати samsung хороший на самом деле он очень тонкий рамки тонкие мне понравился samsung не понравился конечно android иногда подтормаживает но это android подтормаживает не планшет просто просто такой android чё делать так здесь надо выкопать да а было прикольно что можно было вот обычных грахометов в другую сторону ставить ну знаете как это там нажать я не в другую сторону стреляет было бы прикольно так что мы проходим обучение потому что я не хотел ничего пропускать не хотел пропускать но как бы с нуля все пройти даже здесь может и какой-нибудь бонус дадут знаете монеты может какие-нибудь мышь потом будем покупать растения еще что-то чтобы у меня уже было что-то игра отлично выглядит сразу говорю мощи хорошо выглядит мне даже кажется что здесь графика может быть я не уверен лучше чем на ипаде то что у меня ипад пятнадцатого года был 2015 он старенький уже но как бы мощный он он по мощности мой ipad старый мощнее чем чем этот samsung 2019 года но как бы это только технически да он мощнее а в реальности может быть он под него игры не оптимизирует поэтому игры хуже идут я не знаю здесь все идет отлично я поставил clash royale еще посмотрел отлично идет и что-то еще я одну игру вроде а хардстоун я узнает хардстоун карточная игра тоже запустил но хардстоун кстати как-то плоховато на самсунге шел на ipad он лучше идет вот это вот это точно лучше на ipad и но это неважно я все на не играть и не буду в хардстоун здесь я на ipad и играю там выше выше играю выше экран больше выше разрешения там удобнее тут сразу на воздушном шаре летит до серьезно это типа обучение было так всегда я чё-то просто не припомню такое что сразу летающий зомби все пройдем тут сколько дней в это в обучении 5 дней по моему это 3 еще 4 5 по открываем на наше стандартное растение начальное и я думаю в этом году третью часть возможно в конце года выпустят pvz 3 и garden warfare 3 выйдет скорее всего потому что они очень много денег зарабатывают и я думаю что должны уже выпустить новую часть то что реально долго уже это тринадцатом в тринадцатом году вышла pvz 2 до ее конечно сильно поменяли с тех пор но все равно она давно вышла garden warfare вторая часть вышла в шестнадцатом году то есть уже больше трех лет назад феврале она вышла и поэтому это уже точно в разработке это официально уже есть информация что все в разработке скоро выйдет какие дела поставим вторую минку сюда не забудьте подписаться на этот канал потому что на этом канале у нас будет в основном я так понимаю только pvz я так сделаю эксклюзивный канал вот кому нравится pvz сидите на этом канале и здесь всегда для вас будет pvz и пушок мне потом не писали что типа играй pvz все играю все все как вы хотели так давайте поставим так потому что мина не готова и еще тут что-то не успеем прострелить их как-то кстати сложное какое-то обучение здесь конечно газонокосилка в конце стоит но обучение ни одной нелегкое нелегкое обучение я думаю кто первый раз играет часто тут теряют линию что я то сейчас нормально все делал но увидите как все жестко было можно было просто стенку вначале поставить я думаю это было бы полегче это в конце поставил ну что у нас катапульта катапульта капусточка капуста пульта и надеюсь кстати третью часть на русский язык переведут потому что эта часть до сих пор не приведена как garden warfare 3 я не знаю почему то ли они думают что типа в россии мало игроков или что почему не не переводят яду я уверен что кому на какой-нибудь испанский они перевели а вот на русский нет так это пятый день походу это последний последнее обучение дальше будет уже египет или можно любой мир выбрать вот кто помнит как там начали сейчас все же поменяли типа любой мир можно выбирать но я так понимаю что египет надо по-любому проходить первым мы короче может быть мир и сейчас будем проходить не по порядку чтоб интересно было потому что на андроиде я правой на андроиде на ipad я проходил все по порядку соответственно хочется как-то по-другому пройти ну чтоб не повторяться поэтому я думаю что пройду ну не буду брать сразу второй мир это дикий запад ну как раньше по порядку все было поэтому сейчас что-нибудь придумаем увидим посмотрим что я придумаю сейчас они прогрызут кстати надо больше колы сюда капусты ставить капусточка за мной диван кстати на вебке и там буба спит если что там двигается и вы там не переживайте это буба это не привидение это буба там спит там одеялко и он иногда там переворачивается с одной стороны на другую отдыхает он погулял сейчас покушал он сейчас у него тихий час а я вот играю такие дела а кстати скоро появится канал бубы если кому интересно смотреть за мини пинчером это его порода мини пинчер я потом дам ссылку скину заодно увидеть еще как как я живу и еще что-нибудь буду снимать посмотрим посмотрим я думаю в мае это сделаю просто и так уже немного занят я был я думал в апреле это был открывать канал его как-нибудь я просто не знаю что там снимать чисто по два по две-три минуты будут короткие ролики про бубу нить веселенькие все а дальше посмотрим что будет с каналом просто что-нибудь поснимается на память здесь и все пропускаю короче он отправился за за острым соусом правильно выше мне рассказывали это все помню я-то забыл уже это все отправился в египет но я не думаю что он выбирал именно египет просто эта машина выбрала этот мир да нельзя 5 так понимает другой мир взять египет по-любому надо пройти полностью до конца и потом уже любой мир на выбор пройдем сейчас по-быстрому нас учат как пользоваться как пользоваться едой хорошо кстати хорошо кстати видео будет качество хорошие кстати вебка особо ничего не закрывает мне кажется моя и особо двигать не надо видно сколько валюты у меня например 50 монет да она закрывает только две кнопки там пауза и двойная скорость нормально нормально может быть его пау побольше сделать я не знаю я думаю так сойдет так ну что тут атака зомби прям жесткая такая ага еда да давайте сразу сюда иду вот так здесь минку давайте поставим давайте еду используем вот так вот и нормально все будет отдавать стенку здесь сверху зомби на мину наступит туда можно ничего не делать так блин как у вас погода ребята у меня завтра завтра и следующие три дня то есть четыре дня подряд 31 градус и это конец апреля представляете какая жара будет я не знаю это аномальная жара не думаю что так каждый год должно быть но это просто нереально жарко я даже не знаю что делать надо куда-то съездить не знаю в парк в лес куда-нибудь потому что ну такая жара дома сидеть как-то не очень хотят здесь не особо жарко у нас потому что нас как лес здесь получается где живу здесь наш дом под деревьями и не так жарко но все равно как-то хочется куда-то съездить солнышко хорошая погода погулять с бубой погулять там любит гулять у нас хорошая хорошая погода когда он выходит короче в наш сад так сказать и лежит лежит на солнышке греется всегда а когда холодно он вышел там пописал покакал и назад быстро так бежит потому что ну холодновато ему а когда жарко он там готов целый день лежать ну и гавкать на кого-нибудь если там кто-нибудь сосед проходит или собака соседская то что здесь у всех собаки есть у всех прям вокруг нас каждого есть собаку код по две собаки по три даже я видел кстати 5 собак это 5 щенят было вот я бегаю иногда в парке я прохожу там через определенный дом с парка и там 5 щенят я видел не так все гавкали на бубу нашего а бубу только смотрел на них типа типа и не реагировал понимал что он тут большой главный и все такое так подождите что написано древний египет и нам показано какие мы растения сможем здесь открыть да какие чё как а здесь превью до использовать ключ а ключа у нас нету надо немножко пройти нам дадут ключ в любой мир да то есть по-другому никак нам просто показали мир и пока что сложность древнего египта 2 из 5 но это один самых легких миров на самом деле тут довольно таки все легко проходится поехали дальше второй уровень растения пока я не покупаю чуть позже я покуплю конечно кто-то писал типа растений не покупая без доната проходи я без доната давным-давно проходил не покупаете растения поэтому но мне не интересно проходить еще раз также я просто люблю растения посмотреть какие-нибудь новые и вам показать а то представляете если не покупать премиум растения растений это будет очень мало и особенно поначалу я же с нуля играю вот сейчас ну сколько у меня растений вот смотрите 5 растений да у меня больше их нету а можно взять премиум растений купить да будет легче играть но зато прикольнее будет вам показать кстати здесь нету левелов у растений как мы видим видите слева то есть они не первого никакого уровня это потом как-то с какого-то мира или когда мы пройдем древний египет нам покажут что возможно апгрейдить пока что такой возможности у нас нету как мы видим так надо этого убить а то снизу смотрите 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 идет у нас на эти солнце 1 все давай 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 по голове так пам должно быть достаточно это давай давай да все отлично это переживал что кто-то прогрызет у нас тут что-то у нас еда кстати есть давайте сразу вот так легче будет сразу поставим дополнительное растение музыка такая же как на ipad разницы нету игра кстати на ipad он более такой широкий я не знаю как сказать у него там соотношение экрана необычное здесь тоже необычное соотношение но здесь как-то игра более-менее выглядит даже когда ее растягиваешь хорошо вот вы видите в записи да я немножко растянул игру но она не выглядит как супер растянутый вот если я с айпада играю да я записываю ролики то там очень растянуто все выглядит здесь такого нету здесь более-менее разрешение этого планшета примерно 2к то есть две пятьсот шесть два две тысячи пятьсот шестьдесят на 1440 и это по сути 2к по сути похожее разрешение на 2к но то тут 2 600 по моему 2 600 на 1440 какое-то такое разрешение экран здесь супер amoled amoled но тут насыщенные цвета красивые никаких проблем экран очень хорош не уступает айпаду ничем я с когда-нибудь потом и ipad pro новый куплю просто вот этот который сейчас вышел ipad pro он неудачный если кто не знает в нем проблемы в нем проблемы в том что у тебя с коробки сразу может быть планшет который поцарапанный либо немного согнутый совсем чуть-чуть согнутый это потому что у них какая технология производства его такая и это типа в порядке вещей то есть это как бы не гарантийный случай даже поменять планшет но здесь в америке можно 30 дней любую вещь поменять поэтому здесь я могу купить если я увижу что там царапины или немного изогнутый планшет до буквально там пару градусов можно его положить как-то посмотреть на ютюбе есть видео как это сделать его можно поменять просто отдать и все и на новый поменять и привезут новый то есть тут в сша очень никаких проблем нету с смена и вещей можно даже попользоваться 30 дней поменять на новый попользоваться еще раз еще раз поменять на но и так бесконечно новыми планшетами пользоваться никто ничего не скажет здесь просто у тебя 30 дней гарантии и это твое дело твои деньги ты заплатил и ты как бы и это очень хорошо конечно там сделано это очень хорошо так а я не понял а почему вот этот вот стреляет посмотрите как они стреляют обратите внимание у одного вылетает бумеранг а вот у этого почему-то круг летит типа на другого уровня что ли посмотрите обязательно чуть за бред вот у этого вылетает бумеранг у второго сверху у четвертого третьего и пятого вылетает какой-то сфера вылетает чё за бред у них выше level что ли 5 типа а авто у этого как вы смотрите оставлю новый у него сейчас диск такой влетать будет шар типа да диск вылетает а у этого который вначале нам давался первый вот у него типа стандартная анимация я не понял что это такое это видимо level 1 у него а у всех остальных у нас пятый level что странно вы такое видели когда-нибудь я участку заметил это шли то ли глюк то ли так и сделано и не знаю странно выглядит конечно может это на андроиде только такая тема на и педе такого не было прошли третий уровень давайте еще 4 и все заканчивает у нас начальное видео чтобы чтобы долго не смотреть вот 4 левел пройду я расскажу что будет дальше и все так значит мы открыли супер способности эти бонусные за донат за золото ну давайте сейчас нам будут нас учить будут как использовать их какой-то квест я вроде сделал даже написано было так а вот до квест мы выполнили что дадут нам а все сразу паки а нет ни паки нам только золото дали а вода апгрейды пошли уже смотреть у нас уже стенка 2 левела будет и горхомет 2 левела вау 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 прямо сейчас сделали так уже да ну хорошо сейчас нам скажут как апгрейдить наверное растения до или нет что наш чему нас научат час ну да все правильно учат нас апгрейдить растение вот 50 монет про апгрейдили значит больше урона стало больше здоровья быстрее следующего горхомета можно взять поставить быстрее заря перезарядка find more здесь можно как бы прочитать еще так стенка что у стен 4 тысячи с половиной здоровья стала хорошо хорошо все больше апгрейдов нет и вот эти все растения нам придется открыть кстати здесь не все растения походу смотрите это это только премиум растения здесь правильно вот какие-то премиум растения какие-то за даймонды вот пять долларов да вот эти пошли видите по 5 долларов я 50 долларов заказал типа на карточке у меня есть так что 10 растений по 5 долларов смогу купить да и без налогов надеюсь то что у нас тут еще налоги считают то есть здесь не 5 долларов будет типа пять с половиной то что налог сразу идет ну что поехали четвертый уровень и первая часть вводная так сказать нашего большого приключения заканчивается ну я думаю что я быстро должен пройти египет тут сколько уровней то 32 было потом вроде дополнительно что-то может 32 может 35 я уже не помню но это неважно мне будет интереснее посмотреть сколько тут всего не надо мне описать сколько и я просто не люблю запоминать то что не нужно вот какая разница сколько их по сути правильно 32 35 или 42 и мне все равно я все равно все про это понимаете и зато будет интереснее посмотреть сколько же в реальности их ну что всех выкинули и сейчас электричество электричество самая бесполезная фигня как я сразу говорил когда это появлялась способность ты особо много урона не наносишь и зомби назад не отлетают не замораживается еще то есть заморозка и вот вторая способность самая лучшая вторая самая лучшая но это надо быстро пальцем так уметь сделать если умеете то все нормально что нам дают возможность показать скилл вот давайте этих замораживать тогда но это видите заморозка за один раз ничего не убила никого особо много да а вот так вот пальцем смотрите какой результат насколько круче на только быстрее пальцем и все давайте попробуем электричество но электричество видите но никого на не убивает я не знаю то ли быстро надо делать только электричество самый бесполезный скилл но он по-моему самый дешевый его сделали раньше они все по-моему одинаково стоили ли очень похоже а сейчас как-то поменяли они самый дорогой это по-моему этот средний скилл вот этот самый дорогой потому что он самый эффективный и можно всех поубивать открыли мы заморозочку потому что будут зомбаки с факелом как в скором времени давайте посмотрим зарядочку нашего планшета 85 и зарядка идет хорошо это не быстро зарядка обычная зарядка поэтому не знаю будет она вообще заряжать и главное чтобы не разряжался он можно было и без зарядки его проразрядить до нуля посмотреть сколько часов можно играть но я что-то решил уже я сегодня наверно много уровней пройду поэтому я решил поставить зарядку так нам рассказывают что что можно купить что-то нам дают кристаллы 2 сколько 20 штук и можно 6 паков открыть давайте откроем что же нам дадут монетки 100 монет но это вообще не о чем бончой который у нас еще не открыт но у нас на него выпал апгрейд прикольно прикольно да дальше на грахомет не хватит 3 из 10 и все до 6 паков мы открыли но как-то как-то маловато выпало то есть на бончой 4 или 3 выпало и здесь 3 все но наверно это есть 6 получается 33 правильно это мне 4 все таки выпало мне казалось 4 на бончой выпало ну что спасибо что смотрели ребята подписывайтесь на этот новый канал мы будем продолжать дальше все проходить я мир и буду в рандомном случайном порядке проходить следующий мир точно не пираты будут досмотрите как я пройду дальше я буду выбирать мир и все такое и пиньяту буду играть и все что все что вы есть посмотрю что давно не играл здесь наверное новые какие-то прикольные вещи добавили так что вот так вот спасибо за просмотр увидимся я андромалик мой канал за подписывайтесь не забывайте все пока и колокольчик там еще есть хотя колокольчик вроде не работает как мне говорили у меня был стрим недавно и никто не получил уведомление не знаю почему видимо колокольчик не работ но вы проверьте я стрим запущу как-нибудь если уведомления нет значит реально колокольчик нифига не работает все пока завтра будет следующий ролик один в день будет выходить то что приходите завтра где-то в 9 8 по москве я думаю ролики будут выходить может чуть раньше посмотрим все пока пока